итак всем привет уважаемые подписчики и гости моего канала вы смотрите канал иган спенглер классе games я продолжаю свой летсплей по игре gta 3 от студии переводов фаргус студия перевода фаргус только полный и качественный перевод прошла серия мы с вами познакомились с игрой с клодом с его другом в 8 зарядкой и прошли миссии луиджи хорошая песня в общем луиджи это хозяин этого борделя клуба и он является членом итальянской мафии сальваторе вставай вставай все нормально а нет пардон все у меня нет еще мы познакомились с сыном дона сальваторе джоу и леоны сейчас направляемся к нему он владелец этот автомастерской вот джоу и ах да он же закрыт до 5 утра так сейчас я съезжу сохраню время на 6 часов и продолжим и так отдохнули 6 часов и снова пардон снова приезжаем джоуи утренний туман как в лондоне то что город портовый ты собираешься мне тренировать один момент радость моя у меня есть небольшое дельце которым нужно позаботиться у меня есть для тебя небольшая работа приятель братья форели слишком долго не отдавали мне деньги и нужно сделать так чтобы они думали наконец что уважение эти невежливые форели набивают свои толстые животы так так угони их машину возьми и затем 8 зарядки поставь бомбу ты знаешь 8 зарядку да ведь как только установишь бомбу отгони машину в парк где ты ее брал потом откинься и наслаждайся шоу но поторопись они не будут есть вечно так у нас на все про все 6 минут нужно гнать машину братья форели у нашего друга 8 зарядки заминировать ее и затем вернуть машину на место но конечно же не повредив ее иначе братья форели заметят подвох айман сказал что слишком много бизнеса в гуан вот она закусочная марка бистру вот их машина айдаху очень аккуратно выставьте машину форели коснезарядки в гараже на севере за дешевыми тачками тихо почему я подрезаешь самая так сказать валовая нано машина в игре так вот салон поддержанных автомобилей а вот 8 зарядка здесь работает наш кинокожий друг ну-ка почитаем информацию отгоните вашу машину в бомбовую мастерскую чтобы присоединить бомбу стоимость 1000 долларов окей все возьми зарядка номинирует машину как только будем готовы нажимаем левую кнопку мыши чтобы активировать бомбу и затем выходим из нее но ни в коем случае не заходим обратно потому что если мы вернемся в машину она тут же рванет расчет на то чтобы рванул один из братьев форели возвращаем машину в то же положение как она стояла все бомба активирована выходим уезжаем 10 тысяч долларов в банк я ни при чем так снова едем к джоуи так и Чанки Ли Чонг толкает наркотун новой банди из Колумбии или Колорадо, неважно, короче. Да не совсем уверен. Да и кому нужны подробности? У него я забегала в Кокчайна Тауне. Эта крыса продала последний. Я хочу его убрать. Если тебе нужен кусок, сделай круглый круг задней части амуниции. Возьми себе девятерых. Запомни, следи за своей задницей в Кокчайна Тауне. Это территория Триад. Короче, он продал свой последний хот-дог. Его необходимо приструнить за продажу котиков. Возьми десятерых. Он имел ввиду взять пистолет в амуниции. Такой, видимо, жаргон в Либерти Сити. Или у итальянской мафии. Отберем пистолет. Оставленный нам Луиджи. Ой, копы. Надо же, они мне даже ничего не сделали, что я в них ехал. Это редкость. Какой-то уникальный случай. Так, эта территория закрытая для проезда автомобилей. Видите, столбики стоят. Рекомендую заранее оставлять машину с открытой дверью. То есть выходите и тут же нажимаете в сторону. Ну что, я пошел валить одного из ваших боссов. Вот и он продает китайскую лапшу. Но это прикрытие. На самом деле, вы сами знаете, что он продает. Десять тысяч долларов в банк. Не будем разбираться с его приспорствами. Просто сматываемся отсюда. Снова едем к Луиджи. По пути можем пополнить бронежилет. Нам его покоцали. Напомню, он вот здесь. Слышите, да телефон звенит? Я еще перед предыдущей миссией слышу. Это как бы дополнительная миссия, не обязательно, но мы ее тоже потом пройдем. Хорошо, мы нападем на инкассаторский фургон. Он уезжает с окраины Чантауна каждый день. Пули даже не поцарапают броню фургона, так что найди машину и столкни его с дороги. Теперь потрепи его хорошенько, чертовы охранники повыскакивают. Затем отгони его на склад в доках, и потом мои ребята о нем позаботятся. Теперь его там не будет, и тут тоже дерусь подальше оттуда. Короче, смысл у последней фразы, что когда фургон будет в порту, ой, вернее, инкассаторский фургон, да, будет в порту, ты о нем забываешь и никому не говоришь, типа. Сначала необходимо его протаранить несколько раз. Ну, вон, шкала повреждения имеется, сверху справа, и чуть ниже. Ну-ка. У меня как раз машина для тарана, видите, банкер такой. Конечно же, копы заинтересовались. Так, сразу сбросим. Здесь есть звездочка. Давайте встретим голубешник. Опс, промазал. Поменяем радиостанцию. Клодное радио. Все, вылазь. Отгоняем фургон в порт. Он очень тяжелый. Только так расталкивает полицейские машины, так что не бойтесь. Пригнать его нужно вот сюда, в гараж Луиджу. Ой, Джоуи. В гараж Джоуи. Все, копы уже отстали. 20 тысяч долларов в банк. Превосходно. Так, едем к Луиджу. Если я не ошибаюсь, сообщение на Пейджере о том, что амуницию доставили УЗИ. Давайте проверим. Кстати, там стоит мой аборгин такси, по-моему. Да, давайте заберем. А эту машину потом найдут полицейские. Упс. Давайте проверим информацию из сообщения на Пейджере. Нет, я ошибся. УЗИ пока недоступны. Но можно за 250 долларов купить пистолет. Так, стоп, машина исчезла. Ладно, бог с ней. Дай, пожалуйста. Потом верну. Ну ты даешь в наушниках и за рулем. Нет, Крома получше будет. Так, он сейчас закроется, по-моему, в восемь. Успел. Ага, я знаю, Тони. Я ее так оттюнинговал, пальчики оближешь. А вот он, парень, о котором я тебе говорил. Слушай, этот парень не итальянец и не механик, но он умеет делать свое дело. Это мистер Тони Сиприани. Ага, я Тони Сиприани. Возьми его в ресторан мамочки в Сент-Марке, хорошо? Теперь слушай меня. Я планирую работенку, которая потребует личного водителя, так что заглядывай сюда почаще, окей? Окей, малыш, отвези меня в прачечную в Ченна Тауне, у меня там дельца. Там прачки не платят за крышу. И смотри за машиной, Джоу, я только что починил эту кучу хлама. Так что не царапины, окей? Вот это вот машина мафии. Страж мафии. Полноприводная. Обратите внимание, когда он тормозит всеми колесами разом, это полный привод. Тони Сиприани. Это правая рука Дона Сальваторе. Так вот и прачки. Постой, оставь мотор работающим, это не гражданский вызов. То есть это китайские триады. У них с ними война. Это за сам отряд, вытаскивай нас отсюда, парень. Без проблем. Как говорится, получил свой, да? Думал один справится, но не тот-то было. Он к ним просто с битой зашел. Опять не ожидал, что у них пистолеты. Вот здесь дом и бизнес, и Тони к Сиприани. Триады думают, что могут сына тягаться. Триады? Со мной! Зайди позже, и мы дадим им что-нибудь постирать, а именно их собственную одежду и собственной крови. Продолжаем работать на Джоуи. Вот теперь, вроде, сообщение об УЗИ. Сейчас опроверим. Да, совершенно верно. Теперь к покупке доступен УЗИ. Но это на самом деле МАК, по-моему. Или микро УЗИ. За 800 долларов. УЗИ, всякое эффективнее пистолета. Можно еще купить. Как вы понимаете, Тони за свое спасение нам эту машину подарил. Вот там, вы, наверное, заметили, было еще одно сообщение на Плейджер. Она говорилась о том, что некто приглашает вас в телефон на автомату. И, смотрите, на радар появилась синяя телефонная трубка. Это еще один работодатель. Ну, в этой серии мы с вами заканчиваем с Джоуи. Красиво. Просто красиво. Хорошо, просто... Слушай, парень, ты тут, с кем надо поговорить. Рядом с кафе у указателя на Кэллахен стоит машина с пьяным. Один из Форелли думал, что он умнее всех, так что он поймал то, что ему предназначалось. Отвези труп в молотилку в фороде, ладно? Так, ну там не пьяный, там мертвый, ладно. Красивая тачка, да, как Мерседес. Правда, сейчас нам придется пересесть в машину с трупаком в багажнике. Так, я советую заранее заблокировать эту машину. Вы видите, почему? И вот тут, видите, из багажника кровь. Там труп. Это братья Форелли. Так, везем его в молотилку. Видите, за нами братья Форелли. Форелли это очень многочисленная, скажем так, семья. Вот это трупак от Кросса. Так, один из братьев Форелли отстал, получается. Второй тоже, но не расслабляемся. Машину не должны уничтожить, пока мы ее не довезем до молотилки в этом, на свалке. Перепаркуй машину в помеченной зоне и выйдем из машины. Затем машина будет уничтожена. Угу. Надо, чтобы машина была уничтожена именно вот таким вот образом, в молотилке. Иначе миссия будет провалена. То есть не утопить, не взорвать, ничего с ней не делать, не переворачивать. Строго довезти сюда и бросить в молотилку. Порядок. Десять тысяч долларов в банк. И раз уж мы около автосалона, давайте я покажу, как скоммуниздить спортивную машину. У нас спрятанные пакеты, ребята, специально не обращая внимания, я хочу им посадить отдельный выпуск потом, если получится. Садимся вот в эту банши. Видимо, это Порше. Так, у Джоу еще миссия есть. Офигеть, машина быстрая вообще. Как раз подстать музыке. Так, а, Джоу уже не работает сейчас, по-моему. Тьфу, блин. Так, подождите, я телефон-то замолчал, что ли? Тут же спецмиссии... Ой, дополнительные миссии, которые тоже желательно пройти. Я же люблю на сто процентов проходить. Так, ладно, давайте я подожду два часа, потом продолжим. Ну все, два игровых часа прошло, идем к Джоу. Что она возомнила, а? Ладно, слушай, возьми тачку и подбери моих парней в Сент-Марксе. Они грабят банк, и им нужен водитель. Я даю слово чести, что... Так что не поцарапай машину. Отвези их в банк до пяти, и не минутой позже. Так, то есть двухместная машина не подойдет. Такси, стой, 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 стой! Здесь вот постоянный ремонт дороги. Слева яма, и справа яма. Так вот, забираем отсюда ребят Луид, ой, этого, Джоуи. Сигналим. Вот они, бандиты. С челками на голове. Иди в банк на главной улице. Без проблем. Мне платят, а я делаю. Вот так как они выглядят. Хе-хе-хе. Бандюги. Ой, об коробку дверь поцарапал, прикиньте. Так, сразу рекомендую развернуться в другую сторону. Вот так. И вот он, банк. Оставь мотор работающим. Мы войдем и тут же выйдем. Вытаскиваем нас отсюда. Тоже снижаем уровень розысков здесь в переулке. Судя по всему, одного прибили. Забегало трое, выбежало двое. А, он и на самом стену убился. Там, видели, он бежал, бежал, чуть долбанулся. Снижаем уровень розысков, тонем спрей. Новый движок и покраска копы не узнают вас. Хорошо. Хорошо. Несмотря на то, что у такси цвет не меняется. Но, видимо, перебиваются номера. Все, возвращаем бандитов обратно в гараж. С наиграбленным, конечно же. Пока, ребята. Удачи. Миссия пройдена. 20 тысяч долларов банк. Все, с Джоуи мы закончили. Пока что. Мне интересно, дополнительная миссия-то по телефону все-таки будет еще или нет? Или я профукал? Будет. Тихо. Сейчас я доеду до того места, где телефон звонил. О! Звонит. Значит, в следующий раз этим и займемся. Тогда давайте следующий зверю посвятим вот этим дополнительным телефонным миссиям. Ты что творишь-то? Пикап. Такси бросаем. Идем отдыхать. Заодно и сохранять игру. Спасибо большое, что смотрели серию. Вы смотрели канал Egan Spengler Classic Games. Let's Play по игре GTA 3 от студии перевода Fargus. Если понравилось, поставьте лайк, прокомментируйте видео, поддержите меня донатом. Берегите себя и своих близких и играйте только в хорошие игры. Всем пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok